Добрый вечер! Вы смотрите Пятницу с Анатолием Голи на РТР Молдова. Вчера Европейский парламент большинством голосов принял решение о либерализации визового режима для граждан Молдовы, обладающих биометрическими паспортами. Это решение вступит в силу сразу после утверждения Советом Евросоюза. Об этом, но и о ситуации в стране в целом, а также о ситуации на Украине, поговорим сегодня с председателем Либерально-демократической партии Молдовы Владом Филатом. Добрый вечер! Добрый вечер! Мы, как всегда, в прямом эфире. Можете задавать вопросы по адресу электронной почты голя-собачка-ртр.мд. Господин Филат, вчера и сегодня достаточно много говорилось об этом решении. Я сказал, что большинством голосов, на самом деле подавляющим большинством голосов, 466 из 510 присутствующих. Было принято это важное для граждан Молдовы решение. Достаточно много говорится об этом в течение двух дней. На ваш взгляд, что способствовало принятию этого решения, которое все давно ждали? Ну, во-первых, хочу поздравить граждан Республики Молдова с этим результатом, с этой победой, если можно так сказать. Это результат кропотливой работы в течение трех с половиной лет. Вот с момента, когда мы начали выполнять план действия по безвизовому режиму. Я очень рад, что этот непростой путь мы преодолели, потому что было очень много препятствий. Было очень-очень сложно убеждать иногда и тех, которые были в Альянсе. В правительстве? Иногда и в правительстве, потому что решения были непростые, решения были сложные. Иногда и определенные чиновники плавали в этих вопросах, которые предстояло решать. И не только плавали, но и противостояние было очень большое. Для нас же эта цель была не только очень важной. Мы считали, и это не только считали, я лично в это верил, что это право, которое мы обеспечили для граждан Республики Молдова, эта свобода, которая у наших граждан появилась, решат не только личностные проблемы. То есть это не означает, что граждане Республики Молдова, обладающие биометрическим паспортом, сможет поехать в Европу. Это означает гораздо больше. Я и вчера говорил, и сегодня повторил это, и еще раз скажу, и буду продолжать это говорить. Это повлияет качественно и прямым способом на дееспособности институции власти, и дальше на укрепление нашей независимости и суверенитета. Это очень важно. Я уверен, что после получения безвизового режима, у нас очень многие вопросы, которые были до сегодняшнего момента, решатся. И это комплексный подход. И, конечно, это очередной шаг, который мы сделали по пути евроинтеграции. Следующий шаг, конечно, это уже означает, следующий шаг мы должны сделать до конца этого лета. Подписание соглашения об ассоциации. Подписание соглашения об ассоциации свободной торговли. И после этого, конечно, очередная задача – это получение статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Это значит, для того, чтобы Республика Молдова стала полноправным членом Евросоюза. Возможно ли это? Я вам хочу сказать, что да. Потому что вот у нас есть наглядный пример, что наша страна имеет эту способность, это качество ставить для себя задачи. И трудясь, и быть очень целеустремленными в своих действиях, и достигать эти цели. Не будем заглядывать так далеко, вот поэтому… Вот это большая проблема, что мы очень часто не заглядываем далеко. А надо ставить задачи для страны в среднесрочном и в дальнесрочной перспективе. И тогда все получится. Почему не удавалось до сих пор? Можно сказать, что решение вот этой задачи – либерализация визового режима – было определенным вызовом для либерально-демократической партии и для вас лично. Потому что вы это обещали, будучи министром иностранных дел и европейской интеграции, господин Лянко обещал и даже подал в отставку, написал заявление об отставке, когда не выполнил это обещание. И вот, наконец-то, вы к этому пришли. Почему вот не удавалось с 2012 года, с 2013 года? Ну, во-первых, если по правде говоря, мы поставили в сроках немножко… Упредили, завысили планку. Завысили планку. И это надо признать. Но были еще и объективные моменты, почему не было возможно быстрее. Я говорил о том, что очень сложно было продвижение, выполнение всех тех критерий, которые должна Молдова выполнить для получения этого безвизового режима. Были законы, которые очень сложно голосовались, были критикованы, было очень много критики и так далее. И я вам хочу сказать сейчас, что первые, которые возьмут паспорта и будут пользоваться этим правом свободно ездить в Европе безвизов, будут вот эти самые большие горлопаны, которые кричали, что вот это нельзя или это невозможно. Вы кого имеете в виду? А вы посмотрите архивы и там увидите. Некоторые из которых, я видел вчера, уже очень приветствовали это решение, что это очень важно. На данном случае я имею в виду коммунистов, которые, как обычно, очень цинично говорят одно сегодня, делают завтра другое, а послезавтра никто не знает, что может сделать. Неделю назад в этой студии господин Воронин сказал, что именно коммунисты подняли знамя европейской интеграции. Так было сказано, а потом сказал, что партия коммунистов выступает за европейскую модернизацию. Вы знаете, будучи у власти, не надо быть знаменосцем. Будучи у власти, надо работать и надо выполнять свои обещания. А будучи в оппозиции, можно быть знаменосцем? А будучи в оппозиции, надо не быть или не нужно быть вредителем, не надо бороться против собственной страны. Да, можно критиковать, да, можно предлагать альтернативы в решении вопросов, которые связаны с дееспособностью страны, с решением проблем для граждан. Но работать против собственной страны – это вредительство. И этим занимаются коммунисты. И это очень очевидно. Знаете, глядя вчера на вот эти все выступления, брифинги, пресс-конференции, заявления, заявления из районов, заявления из-за океана молдавских руководителей относительно либерализации визового режима, мне вспомнилась русская пословица, которая звучит примерно следующим образом – «У победы родителей много, поражение сирота». У нас было мало, осталось много. Да, родителей стало много. И некоторые министерства даже заявили, что вот на 90% это относилось к выполнению требований к такому-то министерству, другие учреждения, партии, почти все партии приписывали себе заслуги. В том числе и партия коммунистов вчера тоже сказала, что они начали. Да, да, да. Чья же заслуга, на ваш взгляд, в этом? Граждан Республики Молдович. Ну, граждан понятно, но граждан… Я хочу вам сказать, и это я искренне говорю, это заслуга и победа граждан Республики Молдова. Если граждане Республики Молдова не боролись за свои права, за свои свободы, не поддержали конкретные периоды времени тех, которые не только говорили, но и делали все для того, чтобы мы не только знаменем размахивали, а двигались и достигали конкретных целей в этом интеграционном процессе. И это все получилось еще раз только и только потому, что была эта поддержка граждан Республики Молдова. А сейчас чисто по-человечески хочу вам сказать. Да мне честно, это не беспокоит, что вот сейчас есть такая конкуренция, вот кто больше сделал или кто меньше. Я радуюсь искренне, как граждане Республики Молдова, что мы это сделали. И больше того, для меня это дает столько энергии и столько уверенности в достижении следующих наших задач, что коммунисты и Воронин даже себе представить не может. Это пример, еще раз, это пример для нас внутри страны и для всех, которые нас окружают, что Молдова это дееспособное государство, которое еще раз может решать очень сложные задачи, которые ставят перед собой. А интеграционный процесс европейский, это сложный путь. Но знаете, как говорится, путь одоляет только идущий. Дорогу осилит идущий. Да, дорогу осилит идущий. Вот есть такое выражение. Вот вы сказали, что граждане, настаиваете, что граждане. Вчера, комментируя вот это решение, вы сказали, что граждане Молдовы не только получают возможность путешествовать, увидеть своими глазами Европы, другие страны, но и воссоединяться семей. Что вы имели в виду? Да очень просто. У нас есть очень много граждан Республики Молдова, которые работают в европейских странах. Но не имеют возможности ездить свободно туда, в эти страны и возвращаться. Потому что есть проблема, что касается вот этой свободы передвижения. И в таком положении заложничества, если хотите, находится очень много времени. И здесь надо еще несколько вещей напомнить. Потому что мы полтора года назад или даже два года назад вступили в совместное авиационное пространство с Евросоюзом. Воздушное сообщение. Воздушное пространство европейское. Это дало возможность, чтобы мы имели открытость для полетов и включительно для другой конкурентности в этой области, которая позволила иметь авиатранспорт очень дешевым и безопасным. Это означает, что люди смогут сесть в самолет, допустим, в пятницу прилететь в Кишинев, заплатить 40 евро и в воскресенье вернуться обратно. Это месяца за три надо запрограммировать. Ну, вы знаете, сейчас будут пассажиры, 100% будут компании, потому что это бизнес. Будет спрос, предложение, 100% появится. Это я вам говорю со знанием дела. И это, конечно, поможет всеми периодически хотя бы воссоединиться. И это очень важно. А вы когда сказали про воссоединение семей, мне подумалось о другом. Потому что вы говорите о том, что граждане поддерживают, дают мандат доверия. Ну, граждане дают мандат доверия один раз в четыре года на выборы. И вот когда вы говорили о воссоединении семей, мне подумалось, а вы не опасаетесь остаться без избирателей, получив безвизовый режим за полгода до выборов? Вот очень многие граждане захотят уехать без возврата. Я могу с вами поспорить сейчас перед камерами в прямом афере. Вот давайте мы через год встретимся и вот в цифрах проверим. И вы увидите, что ситуация будет... Количество уехавших? Да наоборот, как говорится. Вы увидите, сколько граждан вернутся в Молдову. Потому что будет эта свобода и будет эта возможность, когда они захотят поехать. То есть не будут сидеть или ждать в этих странах. Я чувствую, что бы сказала оппозиция на это, что бы сказал господин Воронин. Он сказал, конечно, если сменится власть, люди вернутся. Нет, ну, понимаете, еще раз, говорить не мешки таскать, надо работать для этого. Почему я говорю это? Потому что безвизовый режим, свободная экономическая зона с Евросоюзом, доступ к очень важным финансовым ресурсам для инфраструктурных, да не только для инфраструктурных проектов. Это означает свободное передвижение людей, капитала. Это вложение в нашу экономику, это инвестиции, это означает рабочие места, стабильные. И вот это будет как шаг за шагом результат, к которому мы движемся. А что мы хотим построить? Европейская страна, она не только название. Европейская страна, это правовое государство. С действительными институциями власти. Которая обеспечивает гражданину право, свободу и обеспечивает благосостояние. Вот это мы хотим сделать здесь, в Молдове. И я сейчас не говорю только о нашем, о нашей мечте. Это, если даже хотите, это опыт стран, которые прошли этот путь. Важно, чтобы мы, проходя этот путь, не повторяли ошибки, которые делались. И чтобы мы получали максимум результата из этого процесса. Поэтому я говорю, а если коммунисты придут во власть, и они начнут опять нас таскать в какие-то союзы, несуществующие еще, то, конечно, этот процесс прервется. И, конечно, все эти шаги, про которые я говорил, их просто не будет. И чтобы не получилось, что я пришел к вам в студию говорить про коммунистов. Но есть некоторые вещи, про которые нельзя не говорить. В 2001 году они пришли во власть, коммунисты, да? И что они обещали людям? Что они... Союз России и Беларуси. Сделали, нет? Не сделали. Просто обманули. Обманули людей, взяли голоса, потом пришли во власть и начали строить рыночный коммунизм. Вот у них такой специфический подход. Да, вы вчера сказали, мне понравилось выражение, я даже где-то записал. Большевизм. Идеология рыночного большевизма. Ну, это так было. Это факты. А факты – это упрямая вещь. После этого поменяли мнение. В 2005 году... Подняли знамя европейской интеграции. Вот только подняли, потому что в делах они ничего и не сделали. Как приняли 240 законов, сказал господин Воронин. И дальше. И облегчили вам путь? Вы знаете, я не хочу сейчас спорить и цифрами там 200-300. Я говорю про реальные дела. Вот я могу сказать, что мы сделали конкретно, шаг за шагом. Вот конкретика не должна прийти. То есть они пришли в 2005 году, мы идем в Европу. Разница между нами и ими, что мы никогда не ерзали и не говорили одно сегодня, завтра. Мы с самого начала говорили, что единственный правильный путь в развитии нашей страны – это европейская интеграция. Независимо, были мы у власти или были мы в оппозиции. И, кстати, не Воронину, потому что он, не думаю, если память ему позволяет, чтобы запоминать все эти детали. Но остальным его идеологам не они подняли это знамя. Первый раз в программе правления страны был включен сепаратный или отдельный глава по европейской интеграции правительства 99-го года, в которой я работал, который руководил Иоанн Стурсом. Это так, чтобы быть конкретными. Они в 2001 году пришли и все помяли. И мы потеряли минимум, минимум потеряли тогда 6 лет. И после этого еще 8 лет. Дальше. В 2009 году вообще понимания не было, куда они нас ведут. И туда, и сюда. Потом таможенный союз. Я серьезно, я вот сейчас думаю, а куда они нас опять, куда нам предложат... Поведут. Не, предложат, чтобы повели в 2009 году. Так нельзя. Обманом нельзя править страной. А кроме того, обманом невозможно созидать. Не бывает избирательной кампании без обещаний. Да, но обещания надо выполнять. Я понимаю, что их может быть в полном объеме нельзя выполнить. В конкретных ситуациях. Потому что бывают кризисы региональные, глобальные. Многое случается. Мы что, когда пришли во власть, мы ожидали, что у нас будет такой протяженный политический кризис? Или же, когда мы пришли во власть, мы думали, что у нас будет наводнение, будут засухи. Кризисы вы своими руками сотворяли? Не важно, кто, я говорю, есть объективные или субъективные ситуации. И я же не говорю, что это может послужить, как там, оттягчающим условием. Или смягчающим. Но когда приходишь на выборы и обещаешь одно, и делаешь все да наоборот, вот это я, как вам сказать, этого не понимаю. Поэтому я хочу закончить. Европейский путь наш интеграционный не только должен быть осознанным. Он должен быть, как вам сказать, ответственным. 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 Не только говорить флажками или говорить, а действовать. Включительно тогда, когда очень рискованно. Если бы я смотрел все это время, а это электоральный риск, а какие мы законы принимали, какой шум был, если бы я думал, как... Закон о равенстве шансов. И не только это, было очень много законов. А как это будет отражаться в результат на выборы для моей партии, тут не только безвизового режима бы не получили. Да ничего бы не случилось в этой стране. Господин Филат, вот я сказал, может быть, люди уедут, и уедут ваши избиратели, скорее всего. Но, с другой стороны, если не уедут, не наступит ли разочарование? Потому что у нас, к сожалению, вы говорили о необходимости проведения информационной кампании в обществе. Потому что очень много граждан воспринимает безвизовый режим как возможность трудоустроиться, свободно трудоустроиться в странах Европы. Этого не будет. Не получится, что люди окажутся очень разочарованными. Ну, получили, но, ну, там, не знаю, сколько десятков тысяч человек могут путешествовать, поехать там раз или два или три раза в году. Гораздо больше, чем нам кажется. Ну, возможно. Это право. Но еще больше хотят работать. Вы знаете, я на одной встрече, в ходе моих встреч по территориях, имел такой казус. Ну, одна женщина спросила, а я не хочу, она, мне не нужен безвизовый режим. Я не хочу уехать. Уехать. Я объяснял. Хочу здесь работать, иметь место работать. Не, не, не. Она работала. В смысле, что вот не хочет уехать. Я объяснял и хочу сейчас пользоваться случаем, объяснить всем. Это право. Никто никого не обязывает уезжать. Это право, это нормальное право. Скажите мне, пожалуйста, почему Россия работает так упорно? И раньше, чем мы начали этот процесс для получения безвизового режима для своих граждан. Почему во всем мире это идет борьба и очень кропотливая работа между странами, чтобы обеспечить для своих граждан этим правом свободного передвижения. Потому что все эти страны выигрывают это. Чем свободнее люди передвигаются? Когда человек передвигается, будь он просто туристом, будь он работником в научной или бизнесменом, это возможность передвижения своих дел, передвижения и контакта, улаживания. И новые, новые, новые. Это, знаете, как говорится, и правильно. Чем больше человек путешествует, тем богаче он становится. И это правда. Не только духовно. Это и опыт, это и контакты и так далее. Знание, сравнение. Вы правильно отметили, что Россия стремится получить безвизовый режим с Европейским Союзом. И Армения, и Азербайджан, хотя они отказались от вектора европейской интеграции, но тоже хотят безвизовый режим. Вы не, как бы, подипломатичнее сформулировать, чтобы никого не обидеть. Вы не опасаетесь, что вот у наших партнеров, в том числе основных торгово-экономических партнеров, в той же России возникнет некая ревность по отношению к Молдове, которая первая из стран СНГ получает безвизовый режим. И какие-то ответные действия, например, введение визового режима в странах СНГ. Или ужесточение режима миграции в России, то, что уже происходит, в принципе. Ну, я не могу позволить себе даже думать об этом, потому что это бы было не то, чтобы неправильно. Это было бы, ну, вообще непонятно. Чем сильнее будет республика Молдова, тем у нее отношения, не только на словах, отношения на всех уровнях с Российской Федерацией будут сильнее. Лучше. Будут сильнее, это значит лучше. Что касается вот ужесточения, как говорите, миграционного режима. Ну, вот я здесь видел очень много так называемых молдавских политиков, которые радуются, что вот у наших, у части наших граждан есть проблемы в России. А почему они радуются? Потому что они думают, что вот они фотографии повесят там возле Кремля, или я не знаю с кем, и на выборах на основе этих проблем для наших граждан они смогут получить больше голосов. Это кощунственно. На проблемах своих граждан построить политическое счастье, это опять же невозможно. Но те, которые радуются и спекулируют о нем, забывают говорить, что это правило, которое ввела Российская Федерация, не относится к Молдове, или к Таджикистану, или к какой-то другой стране, Украине, допустим. Эти правила действуют для всех тех, которые проживают на территории Российской Федерации. Мы можем говорить, они жесткие, не жесткие. Это правила, которые должны быть соблюдены. И это, в принципе, общепринятые правила. 90 дней в течение 180 дней. И поэтому не надо спекулировать этим. Что нам надо делать, как государство, и продолжить работать, и в конечном итоге подписать договор межгосударственный, что касается социальной защиты наших граждан, взаимная защита граждан, защита граждан наших в России, россиян в Молдове, и что касается этих условий в миграционной политике. И обеспечить защиту юридической, социальной наших граждан, которые проживают. Да и не только в России, во всем мире. Это долг государства. Я, кстати, вспомнил, видел заявление вице-премьер-министра России Дмитрия Козака, известного хорошо в Молдове, который объяснял ужесточение миграционных правил требований Европейского Союза. Для того, чтобы Россия отвечала требованиям Европейского Союза, установила контроль над миграцией. Потому что иначе нельзя. Да, потому что это связано и с совместными проектами России, Евросоюза, да не только с Евросоюзом. Что касается совместной борьбы с борьбой с терроризмом, с незаконным оборотом. Всего. Оружия, контрабанды. И миграционного процесса. Потому что это все связано. И, кстати, я хочу сказать вам со знанием дела. Не просто Российская Федерация и Европейский Союз сотрудничают очень плотно. Они работают очень серьезно. И не так долго пройдет, как время. И Россия подпишет. И с Европой. И с соглашения о свободной зоне. Потому что иначе не бывает. Мир становится все глобализатком. Глобализация. Глобализация происходит. И эта взаимосвязь, она должна произойти. А почему забыли про то, что разговор в принципе о полной Европе, от Лиссабона до Владивостока. То есть, да, есть моменты, есть разные подходы. Но Республика Молдова является независимой, суверенным государством. И мы должны строить свое государство, конечно, имея хорошее отношение со всеми нашими партнерами. Я уверен еще раз. Чем дальше мы будем идти в этом интеграционном процессе, тем мы сильнее станем. И тем мы будем лучше администрировать наши отношения со всеми нашими партнерами. Потому что мы очень часто, когда говорим про Восток, останавливаемся почему-то до Москвы. А у нас есть партнеры в Китае. У нас с Китаем очень хорошие отношения. И если смотреть по цифрам, что это дает Республике Молдова, ну, это очень примерно. Япония огромная и помощь. Япония, спасибо. Япония, в принципе, и помощь, и перспектива. Господин Филат, мы говорили про Россию и остановились на Украине. Как вы думаете, вот эта ситуация, то, что случилось на Украине, были разные мнения, в том числе во время и после саммита в Вильнюсе и вот то, что произошло дальше. Это способствовало сближению Молдовы с Европейским Союзом или нет? И принятию решения о либерализации визового режима в частности? Я думаю, что нет. Потому что мы до Вильнюса, а если честно, задолго до Вильнюса, выполнили все условия для того, чтобы в Вильнюсе парафировали. И сейчас получили договор, а сейчас получили, извините, неправильно получили. Мы ничего не получали, мы сделали все и мы... Было принято решение Европарламента. Было принято решение о безвизовом режиме. Но доклад Сесилии Мальстром был накануне саммита в Вильнюсе. В Брюсселе был доклад и было заявлено, что Молдова выполнила. До этого были еще много докладов, которые доказывали, что там процедуры длиннее. Что касается ситуации на Украине, как это повлияло в целом? Как это отразилось, да. Потому что есть такие мнения, что вот Евросоюзу в этой ситуации нужно было показать положительный пример. И этим положительным примером осталось только Молдову. Хочу вам сказать, что это отражается не только на Молдову. И изменилось очень серьезно вообще понимание не только оценки, но и действий, которые должны быть в данном регионе, если можно сказать так. И эти изменения, они качественные. Я думаю и знаю одновременно, что вот в будущем будет поменьше бюрократии в этих отношениях между... В том числе в Брюсселе. Я про это имел в виду. И будут очень четкие соглашения. Вот есть условия, которые должен выполнить для того, чтобы сделал следующий шаг. А что касается Вильнюса, то я хочу напомнить, что и во время саммита... Я участвовал там, я знаю, как все это происходило. Участвовал на саммите Народной партии. Там были все руководители Евросоюза. После нашей встречи у них была длинная встреча с Януковичем. Думая, что они все-таки договорятся и подпишут соглашение. То есть они не хотели показывать какой-то пример и заманивать, как некоторые говорят. То есть был очень такой кропотливый период работы. И до последнего момента с надеждой, что все-таки это подпишут. А я вам хочу сказать, почему Евросоюз не то, что настаивал, а пытался убедить до последнего момента. Потому что и мы знали, и в Евросоюзе знали, какая ситуация в обществе. В украинском обществе. В украинском обществе. И очевидно было, что этот отказ, купленный за дешевый газ, или я не знаю еще за что, он приведет к нестабильности на Украине. И об этом говорилось. Да, господин Филат, но если бы подписали соглашение об ассоциации, вы не допускаете мысли о том, что тогда какой-то антимайдан устроили бы восточные области Украины, которые выступают против европейской ассоциации? Нет, потому что тогда власть и оппозиция было бы в согласии. И я вам хочу сказать, что я жалею о том, что в Молдове не было возможно это. Если коммунисты были бы искренними, корректными, они бы, конечно, будучи в оппозиции, критиковали бы, предлагали свои видения и так далее. Но то, что касается наших европейских задач, они бы поддерживали. Как было в Румынии заявление, принятое в Снагове, например. Нет, как было в Молдове 2005 год по 2007 год. Когда мы, будучи в оппозиции, и до 2009 года мы голосовали за все законопроекты, которые касались евроинтеграции. Мы же тогда не думали, что вот мы поддерживаем коммунистов. Мы страну поддерживали. И они тоже самое должны были бы сделать. Поэтому, если бы они подписали, я имею в виду украинцев, это была, как вам сказать, единая позиция власти и оппозиции. И это бы в обществе, тогда легче в обществе представить решения или продвигать какие-то там процессы. В начале декабря, 3 или 4 декабря, я уже не помню, накануне вашего съезда, вы поехали в Киев и выступили на Майдане. Мне приходилось слышать, в том числе и ваших коллег по коалиции, что это был неправильный шаг, что неизвестно, чем обернется все на Украине, а вы встали на сторону тогдашней оппозиции. Вы как полагаете? Правильно вы поступили или нет? Я не только правильно поступил, я по-человечески правильно поступил. Нельзя быть конъюнктуристом. Конечно, можно сидеть за углом и посмотреть, а как все закончится, потом, знаете... Выйти и сказать, а я с вами. А я с вами. А некоторые вот у нас то критиковали Майдана после того, как все это закончилось, как в этом фильме «Свадьба в Малиновке». Опять власть меняется, кепку меняют. Уже Янукович олигарх и ушел. А эти некоторые, это не руководство Молдовы? Я обратил внимание, что заявление... Нет, это коммунисты. Вы выступили с заявлением от имени партии по ситуации в Украине, когда, в принципе, была неопределенность. Но заявление президента, премьер-министра, председателя парламента, ну, не было как таковой четкой позиции Молдовы относительно ситуации в Украине. Я думаю, что позиция была очень четкая, и больше этого нельзя было сделать, и не надо было делать. Я, когда был в Киеве, почему-то все остановились на том, что я выступил на Майдане. Но кроме этого выступления у нас было очень плотное общение, не только с лидерами оппозиции. У нас было плотное общение и с представителями гражданского общества с Украиной, с представителями пресса. И, кстати, я тогда говорил, что там говорил открыто, что единственный выход для Украины – это стол переговоров. И принятие решений для того, чтобы сплотить общество и не разделять. К сожалению, этого не произошло. Вина, конечно, неоспорима власти, Януковича лично. Я видел сегодня... Пресс-конференцию Януковича? Да. Который заявил, что он является президентом. Ну, меня не это возмутило. Меня возмутило то, что человек, который убил сотни своих граждан... Ну, не сотни. Ну, 80 с чем-то по официальному. Я вам хочу сказать, что цифры еще уточняются. Еще никто не может сказать, сколько погибло. Есть очень многие, которые пропали без вести. Там трагедия, очень большая трагедия народа украинского, и которая не может пройти вот так мимо нас, и как будто ничего не случилось. Вот любыми методами и любой ценой удержаться до власти, тогда, когда люди погибают, вообще-то не погибают, убивают, когда уже разговоры о сепаратизме и так далее. Как вы видите разрешение кризиса на Украине? Я думаю, что там... Выборами закончится? Выборами 25 мая? Я думаю, будет очень сложный период до выборов. Но надеюсь, очень сильно надеюсь на то, что международное сообщество будет способствовать тому, чтобы на Украине было развитие. Чтобы страна начала работать, чтобы закон начал работать, чтобы все эти сепаратистские начинания прекратились. Украина территориально целостное государство. Мы это признаем и будем поддерживать всегда. И еще раз, я надеюсь, что мировое сообщество видели все и позицию Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза. Кстати, в понедельник в Молдове будут министры иностранных дел Франции и Германии. Я уверен, что и из Кишинева вот эту позицию нашу и этих стран озвучат. То есть, ну, самая большая задача, которая стоит сейчас перед Украиной, в целом, независимо, власть, оппозиция, гражданское общество, это не допустить, ни в коем случае не допустить продолжения раскола общества. Это самое опасное, что может происходить в любом государстве. Здесь уже, как вам сказать, фамилии, позиции, звания, это уже ничего не означает. Это идет речь о стране. Я смотрел периодически прямые трансляции с Майдана, обратил внимание буквально три дня назад выступление депутата Ляшко, по-моему. Фамилия. Перед заседанием Верховной Рады он выступил и огласил несколько требований к Верховной Раде. Первое. Отказ от депутатской неприкосновенности. Второе. Отказ от привилегий депутатов. Ну и так далее. И я смотрю, Рада начала принимать эти решения. Вот сегодня они приняли по привилегиям, по предоставлению жилью депутатов и так далее, и так далее. Хотел спросить в этом контексте, возвращаясь к нашим делам. Какова судьба инициативы ЛДПМ об отказе от депутатской неприкосновенности? Процедура до голосования в парламенте пройдена. Причем сказать, что это процедура конституционного... Изменения в Конституции. И решение Конституционного суда, заключение и есть. Есть и заключение. И период времени, который должен пройти после этого заключения, прошел. Мы будем предлагать внесение в повестки дня этого проекта закона по изменению Конституции. Я надеюсь, что депутаты проголосуют. Но в Европе неоднозначно относятся к этому и говорят, что эта мера не очень демократическая. Потому что она направлена в первую очередь против оппозиции. А не на всех. Независимо от того, кто у власти, кто в оппозиции. Вот вы знаете, сегодня кто-то у власти... Да, завтра меняются ролями. Проблема в другом. Граждане в принципе равны. Перед законом все должны быть равны. Я был депутатом, имел неприкосновенность по Конституции. Был премьером, не имел эту неприкосновенность. Я вам хочу сказать, в качестве премьера у меня задач и рисков гораздо больше, чем у депутата. И это мне же не помешало в работе. Я даже думаю, это с точки зрения морального. Это правильно. И когда вот какие-то законы меняются и сразу что-то против оппозиции. Ну, я бы хотел быть в оппозиции тогда, имея эти условия, которые имеют сейчас коммунисты. Чтобы был доступ к прессе. Чтобы не было никакого давления здесь. Я жалею, что... Но коммунисты все равно жалуются на давление со стороны власти. На то, что их законопроекты отвергаются. Ну, потому что память короткая. Они забыли, как все это было. На то, что телеканал закрыли. И многое забыли. Потому что закон нарушили. Я же сейчас не буду перечислять, сколько они позакрывали и сколько они забирали просто у людей. И сколько сажали незаконно. И сколько людей покалечили. И сколько страна потеряла в целом из-за вот этих незаконных действий. Ну, опять же, не о них речь сейчас идет. Возвращаясь к выборам. Идею об изменении избирательной системы. Я знаю, что вы не очень приветствовали. Но некоторые ваши коллеги настаивали на этом. Она полностью уже отказалась, отложили это предложение? Мы идем на выбор в этом году по действующему закону. Избирательный порог тоже очень спорный момент. А почему он спорный? Вы в мае прошлого года подняли до 6%. Было 4, было 6. Все время вот этот избирательный порог у нас скачет. И есть предложение, что больше демократии, если избирательный порог ниже. И процент кто-то предлагал, чтобы... 1%, 2% Или вообще, чтобы порога не было. Ну, есть и такие страны. Есть и Турция, где порог 10%. Самое главное, чтобы процесс демократический был демократичным, транспарентным. Чтобы во власть пришли... И выборы были честными. Конечно, чтобы во власть пришли люди, за которых голосуют избиратели, имея доступ к информации и осознанно, чтобы был отдан этот голос. И, конечно, важно, чтобы в парламенте партии были представительными. Понимаете, очень узко, очень часто рассматривается политический процесс. Вот выборы. А надо думать, что после выборов нужно создавать большинство парламентское. Нужно управлять страной. Формировать правительство. Избрать президента. Нет, избрать президента после этих выборов не нужно будет. Потому что президент... Мандат еще два года после выборов парламента. Я вам хочу сказать, что время, в принципе, летит. А не вот так проходит. Кстати, про избрать президента. Вы были за всенародные президентские выборы. Я есть за всенародные выборы. Этого нужно изменить Конституцию. Так, может, стоит вот сейчас предложить коммунистам, пока выборы далеко. Неизвестно, кто выиграет, кто проиграет. Мандат президента, он до 2016 года, до марта месяца. Вот я послушаюсь вашего совета. Я предложу. Но ответ будет, знаете, как в этом... Давайте посмотрим, кто выиграет выборы. Не-не-не. У них принцип другой. Баба-яга против, знаете. Потому что... А зачем участвовать в решении вопросов? Ну, нужно усложнять ситуацию. А кто будет бойкотировать голосование? А кто будет не признавать власть, символику страны и так далее? Это же неинтересно для них. Вы первая партия, либерально-демократическая партия, первая, которая открыто заявила, что, в принципе, начинаете избирательную кампанию. Создание республиканского избирательного штаба. Идете на выборы одни, я так понимаю, без коалиции. Как относится к этому вашему предложению, к вашей инициативе начинать избирательную кампанию, назначить выборы на 30 ноября? Как относятся ваши партнеры по коалиции? Ну, во-первых, мы никогда и не прекращали работать на партии. Подготовка к выборам начинается на второй день после выборов. Конечно, если серьезные партии, если серьезные люди в этих партиях. На съезде я сказал, что нам исполнилось 6 лет, 4 года из которых у власти. В течение этих 6 лет 5 выборов республиканского уровня, в том числе и референдум. То есть, у нас такой богатый опыт и такой насыщенный период времени был. Конечно, работа, она постоянная. И оно не только то, что мы видим, или то, что видится по телевизору. Вы ушли от моего вопроса. Я задам его более прямо. Какова ситуация в правящей коалиции сейчас? Здоровая или не очень? Ситуация здоровая. Нормальное общение. Отставка. Слава Богу, скандалист страны не мешает нам в работе. Вы про кого? Про того. Вы про того, который выдвинул в свое время господина Маринутси министром обороны. После отставки министра обороны последуют и другие отставки. С чем это связано? А я думаю, что это... Естественный процесс? Ну, это решение господина Маринутси подать в отставку. Мы... Я не думаю, что в праве комментировать. Он обосновал свое решение. Сейчас главное то, чтобы назначить министра обороны. И наставим на то, что это министр обороны, который имеет все то, что нужно для того, чтобы решать те вопросы, которые есть национально. Указ об отставке пока не подписан? Может, президент не подпишет? Или у вас уже есть кандидат? Обсуждается кандидат? Мы еще не обсудили. Но это будет прерогатива либерал-реформаторской партии, я так понимаю? Это так оно будет. Есть процедура, которая прописана в Конституции для того, чтобы министр был назначен. Что касается выборов, и то, что мы начали, подготовку к выборам, это естественно. Мы должны выиграть выборы в этом году. Мы это кто? Либеральная демократическая партия? Мы все те, которые хотим, чтобы Молдова продолжила свой европейский путь. Для того, чтобы мы не теряли время, и чтобы мы продолжали мечтать о хорошей жизни. Мы должны работать для того, чтобы мы эту жизнь получили здесь дома. Я вам хочу сказать, что мы эту задачу решим. Как бы кто-то ни старался, мы это сделали, и мы это еще раз делаем. Я так понимаю, что в вашей предстоящей избирательной кампании ваши оппоненты определены. Вы их сегодня пару раз назвали. Партия коммунистов. А вот партнеры... Они не наши оппоненты. Партнеры по королиции. Они оппоненты страны, в принципе. А вы допускаете с ними коалицию после выборов с партией коммунистов? В случае чего. Сколько лет уже говорится об этом арбузе. Катали этот арбуз по всей стране. И так он и не созрел. Нет, дело не в том, что он не созрел. Это было бы неестественно. Мы не только разные по нашему строению, по мышлению. Мы разные по пониманию вещей. Понимаете, вот допустим, не допустим, это все знают. Воронину все равно. Он сегодня может говорить за таможенный союз, завтра может сказать за Евросоюз, послезавтра за Космический союз. Я так не могу. Потому что мой выбранный путь, он осознанно еще раз. Я не буду отходить от него. Я никогда не говорил что-то в Москве и совсем другое в Брюсселе, или в Вашингтоне, или в Кишиневе. Или дело совсем другое, я не знаю. И это правильно и в отношении наших партнеров. Мы поэтому сделали все, что мы сделали за это время. Потому что мы были корректными. Потому что нам доверяют. Они знают, что если мы сказали слово, мы это слово держим. Того, что не было. Я часто общался с Владимиром Владимировичем Путиным. Я думал с Владимиром Николаевичем Воронином. Я чаще общался с Путиным. Так получилось. Если они здесь представляют так, что у них там Воронина или у остальных есть доверие в России, это неправда. Потому что они обманывали наших граждан. Они обманывали собственных граждан. Они обманывали всех партнеров. А это не может привести не только к пользу. Это не может привести к прогрессу. Кто будет решать, вы сказали про Путина, я вспомнил. Кто будет решать проблему возобновления экспорта молдавских вин в Россию? Потому что кто-то общается с Путиным, кто-то с Медведем, кто-то с Анищенко. Я думаю, все, которые могут участвовать в этом процессе, должны участвовать. А не еще раз радоваться, потому что у страны есть проблемы. И на фоне этих проблем получить пару голосов. Это неправильно. Я думаю, что этот вопрос решится. Я уверен, что у нас общение будет нормальное. Полгода прошло и не решается. Ну, были ситуации, Олимпиада, другие задачи. Но я уверен, что это решится. Я хочу вам напомнить, что когда я пришел в правительство, у нас та же проблема была. Не было легко. Работали, настойчиво работали. Встречались, общались. Доводы приводили. И разрешился вопрос. И сейчас то же самое будет. Про выборы мы говорили. Ваше предложение подписать пакт о ненападении. Как воспринято, никто пока не откликнулся. Потому что очень много говорят о том, что дружба дружбой. Но как начнется избирательная кампания, будет такая дружба за мир, что камни на камне не останется. Мы будем и в этой кампании свою энергию направлять на то, чтобы продвигать свои идеи. Обеспечить доступ, достаточной информации, доступной информации для граждан, чтобы они сделали осознанный выбор. На выборах я не буду, и моей коллеге, мы не будем говорить о других. Мы будем говорить о себе. Что мы сделали, что мы хотим дальше делать для страны. И люди сделают свои выводы и решат голосовать за нас. А что касается остальных, это их дело, как говорится. Но я бы что хотел? Я бы хотел, чтобы в этой избирательной кампании, чтобы людям дали возможность выбрать. А не манипулировать? А не манипулировать и в этой мясобойне, знаете, чтобы никто ничего и не понял, а что происходит, за что голосуем и что будет из-за этого. И вот в этом заложена вот эта идея, в этом пакте и поведение на выборах. Спасибо. Я вам желаю успехов. Спасибо. Предполагаю, что в этом году мы про выборы поговорим еще не раз. И я надеюсь, что не только про выборы, но и про наши достижения поговорим, потому что их будет много. Спасибо. Спасибо за участие в программе. Уважаемые телезрители, вы смотрели «Пятницу» с Анатолием Голя. Я Анатолий Голя. До встречи в «Пятницу» на РТР Молдова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин